К другим темам. Сегодня во французском городе Кали скончательно разберут лагерь для беженцев. Его еще называют джунгли. Власти предоставили нелегалам 70 часов на то, чтобы они освободили территорию. Добровольно мигранты встретили новость, конечно, нерадостно. Тут же стычки с полицией начинаются. На специальных автобусах людей развозят по разным частям страны и там им дадут возможность получить убежище. Напомним, что лагерь в Кале был самым густонаселенным во Франции. Более 9 тысяч мигрантов из стран Африки Ближнего Востока проживали на его территории. По многочисленным жалобам местных жителей из-за резкого роста преступности власти решили расчистить проблемную территорию. Ну а первые автобусы с детьми из лагеря Кале прибывают в Великобританию. Детей размещают в центрах для мигрантов в Лондоне. А также в церквях и в принимающих семьях. Проблема большого количества детей из стран Африки Ближнего Востока без сопровождения родителей давно стоит перед Евросоюзом. Ранее власти пытались найти хоть каких-то родственников, передать им несовершеннолетних. Но вот теперь благополучием маленьких мигрантов занимаются социальные работники и волонтерские организации. И вот эти кадры в режиме реального времени из французского Кале мы получаем. Сейчас там расселяют крупнейший центр временного содержания мигрантов. Видимо, как автобусы припаркованные уже отправляются в путь. Ну и большое скопление народа сейчас можно заметить. Там на улице, конечно же, скорее всего, это журналисты. По наличию камер, специальных сумок оборудования. Ясно, что это репортеры, фотохроникеры из СМИ по всему миру. Все они собрались сегодня для того, чтобы запечатлеть, как именно будут расселять вот эти самые джунгли в Кале. И температура сейчас там по тому, как одеты все собравшиеся, очевидно, невысокая. Для мигрантов из стран Африки наверняка непривычная. Кстати, полицейские там недовольны ситуацией. Оказались беженцами. Несколько сотен французских правоохранителей даже демонстрацию на площади Нотр-Дам устроили. Потому что стражи порядка возмущены условиями своего труда. Дело в том, что уже многие месяцы полицейские вынуждены постоянно участвовать в уличных стычках с мигрантами, бастующие уверенные, что для такой опасной службы у них экипировка недостаточно надежная, не хватает защиты для жизни. Также полицейские требуют отставки министра и внутренних дел Франции. Продолжение следует...